Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал семьи Колесниковых. Чудо! На улице Светы праздник, перевернулся грузовик со свеклой. Шутка, конечно же, но, друзья мои, все просто замечательно. Вот Леха все крутил, мутил с женщинами постарше, встречался с ними, привозил их домой, а я все Свете советовала не отставать от Лешика и на тебе. Света меня и нас с вами, конечно же, послушала и завела себе друга сердца, дарителя, так скажем, цветов. Появился тот самый дядя Саша, который обещал, как только сбреет бороду, явит себя народу. И стоило, друзья мои, мне вчера только в обзоре сказать о том, что дядя Саша появился, бороду сбрил, но лицо не показал, как вуаля, дядя Саша сегодня с цветком, с цветком пиона, с цветом, да, ну, в общем, вы меня поняли, появился и показал себя, не поверите, да. С пионом пришел к Свете, Света его приняла, просто, знаете, самый настоящий преданный Светочкин поклонник. И Света, конечно же, растаяла, сразу видно, что Лешка ее цветами не баловал, цветы ей никогда не дарил, и она, конечно же, потекла просто от счастья. Молодец, Света, молодец. Ну, а да, пытался Леша канал расшевелить, используя баб Свету, ну, а сейчас, Светочка, ты давай используй дядю Сашу, кокетничай, смейся, в общем, дай Лешке понять, каково это, пусть почувствует себя в твоей шкуре, когда ты его близкой подруге носила кофе по утрам и улыбалась. Ну, а дядя Саша, что дядя Саша, я бы ему, если честно, не доверила тайну, где, как говорится, деньги лежат. Видно, что шустрый малый этот дядя Саша, я теперь понимаю, что у них на собрании все такие шустрые, друзья мои. А на улице продолжается работа, работают все, в том числе и Макс, бедный, его здоровье, его спину почему-то никто из родителей даже не бережет, никто об этом не думает, все работают, Светочка, как обычно, снимает. И знаете, друзья мои, ну, так возбудились обожатели Колесниковых от единственного пиона, подаренного Свете дядей Сашей, что стали написывать Светочке такие комментарии, такие комплименты. Послушайте, пожалуйста, самые красивые женщины, самые красивые цветы. Ну да, подумала я. Я, конечно, знаете, могла бы сказать и соязвить по поводу того, что какой цветок такая и женщина, да? Но, с другой стороны, на вкус и цвет, как говорится, товарищей нет. Если честно, я сама просто обожаю пионы. Ау, хомяки, вам что, цветов никто никогда не дарил? Ну, сорвал мужик ради контента завядший увядший пион. Ну, а все остальные, конечно же, рады, рады, с ума посходили. И та же Динара Айтиева, которая писала когда-то гадости на моем канале, пока ее не заблочила, а у Колес прямо радовалась этому единственному цветку. Динар, я теперь понимаю, почему ты такая злая. Тебе, наверное, никто, у тебя мужчины нет, внимания тебе никто не уделяет, цветов тебе, конечно, в жизни никто не дарил, поэтому, да, в общем. И она пишет, я, как увижу картошку, сразу же, говорит, меня тянет на селедку. Что здесь можно сказать? Блин, Динар, ну ты закусывай, потому что порой такую еле снесешь в комментариях, что сразу понятно, под чем ты находишься. А уже на кухне Света опять варила вот как раз-таки ту самую картошку в мундире. Но Светочка говорит, в мундирах. У нас в мундире, а у нее в мундирах, да. Вечно, знаете, ее на что-то тянет. Теперь картошка в мундире будет постоянно на столе. Пока есть, я так понимаю, халявная картошка. Света показывает нам специи и говорит, ой, с этими специями картошка будет просто бомба. И это подтверждает тут же Настя, которая озвучивает, мам, да суп, говорит, никто не захочет есть. Все будут есть картошку. Света говорит, а почему? Настя отвечает ей просто, да потому что картошка вкуснее, друзья мои. Вы можете себе представить хозяйку данных блюд, у которой картошка в мундире, это самое вкусное блюдо. Да, если честно, мне уже жалко и дедушку, и Лешу, и всех, в принципе, детей, и даже дядю Сашу, который за этот единственный пион будет поедать картошку в мундире, которая вкуснее и первого, и второго, и всего вместе взятого. Да уж, видно, больше есть нечего, халявы нет, она закончилась, поэтому теперь суп непонятный, который дети есть не хотят. Ну и картошка. И все, в принципе, товарищи, ум многодетной матери. И очередной влог у нас с вами. Утро, работа на улице, к дедушке со всех ног несется Виталинка и целует его, и обнимает. Да, ребенку, конечно же, не хватает любви, не хватает ласки, не хватает заботы родителей, поэтому она и получает это все от деда. Благо, дед сейчас дома, но это ненадолго, 30-го числа он уже улетает. Дед, кстати, в этом плане не такой толстокожий, как Света и как Леша. Ну, а Свете целовать дочерей некогда. Она ковшиком поливает свое нечто и сама, правда, не знает что, но надеется, что это все дело взойдет, так скажем, на огороде. Лешка сидит на будущей крыше и предлагает Светочке туда залезть, дабы ей там поработать. А Света у нас умная, не хухры-мухры, говорит, я могу, конечно, туда полазить, как она сказала, полазить. А чего бы Максиму туда не залезть, Свет, ну а ты не охренела ли часом? Он тебе что, игрушка? Твоему сыну всего-навсего 15 лет, хватит уже ребенком затыкать все дыры в вашем небольшом хозяйстве. Он, да, не успел отучиться, вы его тут же засунули, устроили на работу. После работы он приходит домой и вкалывает по дому на стройки и так далее. Но неужели вам не жаль своего ребенка? У него один год всего-навсего разница с Анжелой. Он зарабатывает и вкалывает, а ваша Анжелка только дрыхнет до обеда и валяется на фитнес-шарике, да, поедая сладости. В общем, как-то, согласитесь, немножко несправедливо. Очередной влог, друзья мои. Светочка сидит, крутит банку в руках и говорит, что вот, мол, смотрите, здесь есть цветы, да, это букет, который, там, значит, цветок есть, который мне подарили, а также дочки и называет тут же, говорит, это мне подарила Дарина и Виталина. Тут Настя кричит от несправедливости, говорит, мам, ты чего? Я же тоже рвала эти цветы. А Светка и говорит в наглую, представляете? Зная, что Настя, ребенок, ее же ребенок рвал ей цветы, Светка говорит, плохо сорвала, значит, ты его плохо оборвала. Свет, как тебе не стыдно? Вот как тебе реально не стыдно? Это же твоя дочка, это же твой ребенок, твоя плоть, как говорится, и кровь. Почему ты к ней относишься хуже, чем вот мачеха относится, да, ну, ты понимаешь. Далее, друзья мои, уже на огороде. Если Анжелка до этого лежала на грядках на пузе, то, на животе, да, то Света сейчас сидит на грядках, сидит на стуле. Я так понимаю, сил у нее больше нет стоять и нормально выполнять свои обязанности. Настя все это дело снимает, а Светка ей предлагает присоединиться, поработать на огороде. Говорит, доча, а чего ты не хочешь присоединиться и помочь? Да-да, это та мамашка, которая, в принципе, терпеть не может Настю, которая, Настя ей сорвала цветы. Она сказала, нет, ты плохо их сорвала, ты плохо их мне подарила, Светка. Да будет тебе известно, невоспитанной бабе, что дареному коню, как говорится, в зубы не смотрит. Так нельзя относиться к своей собственной дочке. Вот мы не Насте, в принципе, особо-то ей не нравится, но вот это Светкино отношение к Насте, она Настю просто гнобит. Где же, где же те люди, которые должны ей на это указать, но их почему-то всегда нет. Почему-то их нет, они могут только писать, знаете, комментарии на моих старых видео и говорить о том, что вот вы сидите, вы обсуждаете Светочку, Лешечку, обсуждаете дедушку, обсуждаете еще кого-то, а когда по факту обсуждает Светка или Лешка своих собственных детей, обсирает своих детей, то почему-то этих правдорубов у нас никогда не видно, да. И вот Светочка предлагает, доча, а чего ж ты не хочешь присоединиться и помочь? На что Настя честно говорит, не ходя вокруг да около, говорит, а я не знаю, в принципе. Свет, а чего ты не обратишься к своей любимой, одной из любимых дочерей, к своей дочке Анжелике? Пусть она тебе поможет. Она же твоя доча, да. Чего ты Настю заставляешь постоянно работать? Настя и так всегда выполняет все свои обязанности, учит Настю, говорит, у тебя должен быть хороший глазомер. И тут, друзья мои, мне реально стало смешно. Свет, не надо нам твоего глазомера. Ты все время все делаешь на глаз, что на кухне, что в доме, что в огороде, и поэтому у тебя все через пень-колоду. На глаз у тебя получается плохо, зрение у тебя хреновое. Кстати, где твои очки, их не видно уже несколько месяцев. В общем, да, со зрением проблема, поэтому глазомер у тебя не работает. И Настю не учи всякому бреду. Ну что, друзья мои, знаете, вот чего я подумала? Вот Лешка все смеется, смеется. Как хорошо, что ему не надо тратиться на цветы. Что Свете дарят другие мужчины цветы. А я думаю, а чего он так радуется? А вот возьмет Светка, его и бросит, и свалит от него с детьми. Ну, ни для кого из нас с вами не секрет, что именно на детях идет, на детей идет зритель. На детях они делают контент, на детей идут и смотрят именно непосредственно детей. И Света останется при деньгах, при всем и при новом мужчине, более благодарном, да, который будет ее боготворить. А почему бы и нет, в принципе. Дарить ей цветы Алешке. Алешке что? Алешке придется покрутиться, несмотря на больную спинку. Бо-бо-бо. Да, либо побежит к бабе Свете на довольствие, но у нее сейчас, я так понимаю, с деньгами туго, поэтому она нам всем предлагает содержать Алешку. Либо будет себя рекламировать новым, так скажем, женщинам, которые старше него. Вот, в общем, как-то так, да. Придется Алешке явно нелегко, да. И хоть и строит он из себя крутого, но вот, если честно, мы же все прекрасно понимаем, без Светы и без детей он просто никто. И зря, что Света не может дать ему достойный отпор, а так бы он, в принципе, все это прекрасно понимал. И тоже бы, знаете, как-то к ней относился с большим уважением и с большей любовью. Леш, следи за Светой, иначе тебе действительно просто без нее кирдык. Найдет себе нового поклонника, свалит от тебя, и ты будешь, бедный, сидеть и утирать, и вспоминать, какие же у тебя были заработки на Ютубе, и что же тебе делать с этой ипотекой. Останешься со своим дворцом-сараем и будешь, не знаю даже, как его и чем оплачивать. Друзья мои, вот такой у меня сегодня получился обзор. Естественно, всех целую, обнимаю, всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера. Берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok